Существует ли лекарство, которое очень быстро может излечить большое количество людей? Существуют ли методы и аппаратуры, которые за короткий промежуток времени может поставить диагноз о наличии страшных болезней? Я вам отвечу на эти вопросы с большим удовольствием, потому что сегодня я вам расскажу о разработке одной из разработок нашей лаборатории. Называется она «Лаборатория на чипе». Находится она и вся аппаратура, которая представлена здесь, в Центре нанотехнологий ЛЭТИ и является нашей авторской собственностью, нашей уникальной разработкой. Итак, на сегодняшний момент очень важна стоит задача, и вы это уже понимаете, быстро поставить диагноз. Чем быстрее доктор поставит диагноз, тем быстрее мы можем применить лечение. И если мы говорим с вами о военной технологиях, то действительно это считается необходимым, потому что существуют вирусы, которые мгновенно могут передаться большому количеству людей, а солдаты располагаются большими частями и дивизиями. И если быстро не продиагностировать большое количество людей, то это может привести к массовой смерти. Так вот, вы, наверное, знаете, что существует ряд анализов, и причем анализы, которые дают достоверную диагностику, они очень длительные. Допустим, посев на выявлении какой-то кишечной инфекции, мы ждем его 7-10 дней. То есть мы ждем, когда бактерия вырастет и проявит себя, а за 7-10 дней человек может умереть. На всякий случай врачи назначают принимать антибиотики, пока ждут результатов анализов. Если вдруг результаты анализа становятся, ну, показано, что человек был здоров, все равно вы уже пропили антибиотики и нанесли вред вашему организму. Бывает, что давали вам один антибиотик, а вирус выявился другой. Вам меняет антибиотик, тоже нагрузка на организм, но самое главное, чтобы вы выжили. Так вот, самая быстрая диагностика на сегодняшний день – это несколько часов. Самое быстротечное, то, что я видела, это 8-12 часов. Так вот, в нашей лаборатории разработали методику, которая позволяет выявлять несколько заболеваний. Существует специальный перечень заболеваний буквально за 15 минут. Как это делается? А вот с помощью оборудования, которое вы видите, мы проводили испытания, которые привели к такому потрясающему результату. Вы видите набор пипеточек. Это очень интересно. То есть человек, специалист, одевает перчаточки. Все должно быть стерильно. С помощью пипеточки берется вирус. Он погружается в специальную колбочку. Эта колбочка выставляется в специальную центрифугу, которую вы видите. И дальше центрифуга закрывается, быстро-быстро там прокручивается. Пока она прокручивается, вирусы у нас разлетаются и попадают в специальную мембраночку. А что делает эта мембраночка? А вы знаете, она имеет отверстие. Отверстие как друшлаг. Когда вы наливаете компот с ягодами через друшлаг, у вас протекает сама жидкость, остаются ягоды. И также здесь вирусы можно отсеять по размеру, чтобы здоровые пролетели. А вирус сам по себе более крупный, чем здоровая клетка. И он просто застрянет в этом друшлаге. И тогда мы выявим, что человек болен этим заболеванием. То есть есть методика определения по размеру. Другая методика определяет по цвету. То есть добавляются специальные маркеры. И, допустим, здоровые клетки должны быть все красного цвета. А если вдруг появился монстр черного или синего цвета, то это значит, что мы поймали вирус, допустим, холеры. Так вот, на сегодняшний день, основываясь на этих данных, мы разработали линейку малогабаритных приборов, которые могут уместиться практически в чемоданчике. Так же, как вы складываете свои вещи в чемодан, когда вы собираетесь в отпуск. Вот представьте, небольшой чемоданчик, где будет лежать небольшой приборчик. К этому приборчику будут лежать, скажем так, специальная бумажка, где написано, этот вирус, значит, будет вот такой-то сигнал, этот вирус черный, этот вирус толстый, этот вирус колючий, а этот вирус, наоборот, очень маленький. Значит, будет градация, какие мы вирусы определяем, тут же будут лежать необходимые лекарства, если мы выявили этот вирус, и все этот чемоданчик берет доктор и летит, к примеру, на самолете либо вертолете, там, где находится дивизия солдат. За 15 минут, есть этих приборчиков несколько, пусть не за 15 минут, пусть мы возьмем немного приборов, пусть мы сделаем за час, пусть за два, за два часа мы будем знать все о состоянии здоровья, дивизии, которую мы исследуем, и поставим диагноз, и, соответственно, доктор может применить лечение. Это на сегодняшний момент самая быстрая диагностика в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok